Икона русских побед. Более ста лет казанской иконы Божьей Матери считалась потерянной. Обрести святыню удалось только в ноябре прошлого года. Верующие называют это чудом. Это значит сама царица небесная хочет пребывать в том месте, где и уготована. И патриарх Московский и всея Руси обрел эту икону у себя. Долго она не была явлена. Во Владимир икону доставили поздним вечером. Несмотря на это, поклониться святыне идут сотни прихожан. Просят не за себя, за родных и близких. Это еще и икона, особо почитаемая в народе, как заступница усердной рода христианского. Заступница всех верующих во Христа, Спасителя Господа нашего. Поэтому сегодня такое количество людей собралось здесь. Московский список казанской иконы Божьей Матери связан с самыми знаковыми событиями отечественной истории. Она помогала русским воинам во время смуты, войны с Наполеоном и даже в заграничных походах. Сегодня традиции служения Отечеству продолжают военнослужащие в зоне СВО. Россия находится под покровом Пресвятой Богородицы. И этот покров незыблем, безусловно. И поэтому так важно сегодня всей России, всему нашему народу объединиться вот в этой молитве. Молимся о том, чтобы Господь даровал нам всем эту победу, чтобы укрепил воинство наше, чтобы укрепил правительство наше, президента нашего. Ну вот всех, в каждом кусочке земли. В Богородице Рождественском монастыре Владимира Казанский образ Божьей Матери останется до вечера 18 мая. После этого святыня отправится дальше. В рамках Всероссийского молебна о победе чудотворная святыня посетит десятки городов. Владислав Ельцов, Алексей Дудин.